Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий, Андрей Печерин. Каждый человек мечтает о любви и желает своим близким любви. Но как мы представляем себе эту любовь? Мы читаем, они жили долго и умерли в один день. Но бывает ли это на самом деле? Можно ли научиться любви, которая будет длиться вечно? Пример благодатного супружества, осиянного любовью, дает нам жизнь русских святых, благоверных князя Петра и княгини Февронии. Осиянного той любовью, о которой святой апостол Павел говорит, «Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». О жизни святых супругов рассказывает книга, которую сегодня мы и предлагаем вашему вниманию. Книга Петр и Феврония «Сказание о святых супругах и о том, что любовь сильнее смерти». Книга эта вышла в свет в русском издательском центре имени святого Василия Великого. Как говорится на сайте издательства, его миссия заключается в том, чтобы объективно отражать тысячелетнюю историю нашей благословенной отчизны, созидавшейся нашими истинно верующими предками, сохранять память об исторических ошибках и поражениях, равно как и о победах и триумфах русского народа, восстанавливать историческую правду о России. Деятельность русского издательского центра направлена на повышение интереса к чтению как к важнейшему отличию национальной культуры. Ведь именно знание родной истории и культуры лежит в основе правильного общественного развития. Рассказ о святых супругах Петре и Февронии тоже является нашей историей. Они широко почитаются в России как покровители семьи и брака. День их стал официальным праздником любви и верности. Причем празднуется он не только 8 июля, но и во второе воскресенье сентября. Как отмечают издатели данной книги, древнее сказание о святых супругах в современном изложении, предназначенное для детей дошкольного и младшего школьного возраста, может стать первым в жизни ребенка разговором о любви, любви семейной и любви христианской. А рассказ свой, автор книги Елена Тросникова, начинает так. Давным-давно это было в нашей родной русской земле. Было, да не прошло, быльем не поросло, в сказочные края не скрылось. О том, как оно было, добрые люди друг другу передали, нам рассказали. Долгой памятью сохранено, тихой ласковой речью рассказано. Красным солнышком согрета, чудесами запечатано сказание о святых Петре и Февронии. Добрым людям на радость, умным деткам в научении, любящим в утверждении. Есть в русской земле славный город Муром, тот самый, где родился великий богатырь Илья Муромец. Стоит Муром над рекой Окой, в океи рыбы серебристые и золотые плещутся, а на высоком берегу терема и нарядные дома. Посреди Мурома на холме городище Кремль стены бревенчатые, валы земляные, а в Кремле церковь Благовещение Пресвятой Богородицы, докняжеский дворец. Неподалеку в городе монастырь Спасово-Преображение. Живут в Муроме бояре и купцы, крестьяне и разные ремесленные люди, кузнецы, гончары, ткачи, резчики по кости. В ту пуру, с которой начинается наше сказание, правил городом Муромом благоверный князь по имени Павел. Благоверный – значит добрый и крепковерующий. О людях своих заботился, Богу молился, защитить свое княжество всегда был готов. Есть у рода человеческого древний ненавистник, дьявол, которому всякое добро хуже острого ножа. Кто сам по себе плохо живет и радости не знает, добра не ведает, тому дьявол не завидует. А если кто служит Богу и людям, и благодарит, и радуется, несносна-то радость врагу рода человеческого. Возненавидел он доброго князя Павла и любящую жену его, и наслал на них беду лютую. Но брат князя Павла, Петр, победил врага рода человеческого, который появился в его родном городе в образе страшного змея, оборотня, и искушал его невестку. Петр отстоял честь семьи и сразил змея легендарным агриковым мечом. Но сам тяжело заболел от ядовитой змеиной крови. Избавила князя от страшного недуга мудрая дива Феврония, дочь древолаза, жившая в деревне Ласково под Рязанью. Только исцеление стало возможным лишь при условии женить бы князя на простолюденьки. Петр не без сомнений и колебаний, но все-таки обвенчался с крестьянкой. А после смерти старшего брата стал в Муроме править. Спесивые бояре и их жены не пожелали подчиниться простолюденьке княгине. Они предложили ей удалиться из Муромах, а Петр, верный супружескому долгу, последовал за ней. Вот только после того, как подданные изгнали своих законных правителей, на княжество посыпались беды. Бояре одумались и упросили князя с княгиней вернуться. И блаженные супруги возвратились в Муром, чтобы править в нем и жить по заповедям Господним. Долго и справедливо правили они городом своим, молясь Богу, чтобы наставлял их в этом княжении, чтобы заступил город Муром и отвел от него всякую беду. Много дел милостивых совершали они, многих спасали от нужды, горя и болезней, и были всем подвластным людям, как любящий отец и мать. Они питали ко всем равную любовь, не терпели гордости и жадности, не жалели богатства земного, щедро раздавали милостыню, украшали храмы, правили они с любовью и без гнева. Странников они принимали, голодных насыщали, раздетых одевали, бедных от напасти избавляли. Вырастили они и своих детей, воспитав их добрыми христианами и хорошими людьми. Под конец жизни постриглись монахи, умерли в один день. А когда святых супругов решили похоронить в разных монастырях, чудом соединились в одном гробу. Как отмечает автор, то, о чем поведало нам сказание, было почти 800 лет назад. Прошло немного лет, и злые ордынцы сожгли славный город Муром почти до основания, разорили муромскую землю. А потом снова возродился Муром, и прославили для всей русской церкви святых Петра и Февронию. А к святой гробнице потекли русские люди. И все-таки, пишет Елена Тросникова, не в том дело, что было много-много лет назад, а в том, что осталось. Что не закончилось в тот давний день, когда похоронили святых супругов, князя и княгиню, инока и инокиню в одном гробу, в церкви Пресвятой Богородицы посреди града Мурома. Не разлучила смерть супругов ни тогда, ни годы века спустя. Они вместе навсегда. И любовь их изливается с тех пор не только друг для друга, и не только на жителей Мурома, но на всех, кто сам с любовью и верою обратится к ним, подумает о них, помолится им. Ведь любовь сильнее смерти. По словам издателей, в жизни святых Петра и Февронии мы видим и верность слову, и подвиг, и труд, и чудо. А главное – дающую силу любовь. Она пронизывает эту историю. Любовь братская, любовь супружеская, любовь милосердная, любовь Христова. Дивным образом, любовь, растворяющая препятствия и наполняющая сердца спокойствием, силой и радостью. От души желаем всем читателям и маленьким, и взрослым обрести в святых князе Петре и княгине Февронии и Муромских своих молитвенных заступников, помощников и учителей христианской любви. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.